Татьяна Николаевна, здравствуйте! Поздравляем вас с Международным днём врача. Расскажите, как вы пришли в профессию и связали свою жизнь с медицинской сферой? Многие люди с детства знают, кем они будут. Я не отношусь к таким людям. Я была обычным ребёнком. Мы, конечно, играли в больницу, но беременных Барби тогда не было у нас. И по окончании восьми классов у нас началась профориентация. Нам было предложено несколько профессий. Причём некоторые профессии они предлагали через год. Но вот в наш год именно попала профессия медсестры. И мы с подружками, с девчонками из других школ и мальчики тоже пришли. У нас была такая хорошая преподаватель Мякшина Нина Ивановна. И она нас привела в эту профессию. И после того, как мы прошли профориентацию, я твёрдо уже знала, наверное, после года обучения, что я буду только врачом. Сколько лет длилось обучение и потом сразу стали акушером-гинекологом или как-то было постепенно? Ну, поступила в Кемеровский медицинский институт, тогда он так назывался. Обучение на врача, оно, наверное, ещё длится до сих пор, потому что это такая профессия, которая требует пожизненного обучения. Захотела быть акушером-гинекологом, но все говорили, что мест нет. Думаю, ну, попытаюсь счастье. Если возьмут, значит, буду. Взяли. Может быть, вы помните, как принимали первые роды? Это не было каким-то стрессом или волнением? Я вам так скажу, что роды первые или не первые — это всегда стресс и волнение. Имея уже опыт работы, стаж работы большой, знаний, багаж. Всё равно каждая рода — это волнение. Действительно, вы дарите юным междуреченцам жизнь. Ну, а сами как оцениваете вот свою профессию? Профессия очень ответственная. И все акушеры-гинекологи, которые у нас работают, в этой профессии не случайны. Коллектив роддома знаком нам. Мы часто бываем на съёмках. Поводы разные. Например, рождение детей в какие-то значимые даты. Так, в Новый год на свет появилось три мальчика. То есть врач, он должен быть всегда на чеку и коллектив роддома. У него нет какого-то расписания. Врачи готовы круглосуточно нести службу в любые праздники. У нас как бы работа — это всегда на первом месте. Есть такая интересная информация. Жительница Новосибирска родила ребёнка-богатыря. Произошло это в конце сентября. Вес мальчика составляет 5 килограммов с 670 граммов. И врачи городской больницы признались, что такого рекорда не было за последние шесть лет. Рост новорождённого состоял с 63 сантиметра, как у четырёхмесячного ребёнка, пишет НГС Новости. Скажите о рекордах нашего роддома. Наверняка у вас есть на память какие-то такие интересные моменты. Ну, за время моей работы у нас тоже был рекорд гигантского плода. Это гигантский плод называется. Вот в этой информации не сказано, как женщина родила. Ну, скорее всего, ей, наверное, сделали кесарево сечение, я так думаю. У нас женщина родила сама. Вес её ребёночка 6,040. Без травматизма. И женщина, и ребёнок причём были. И рост тоже 60 сантиметров. А можно ли определить, так сказать, характер ребёнка, не знаю, по первому крику его или по каким-то признакам первого дня его жизни? Я думаю, можно, потому что все дети разные. Какие-то поспокойнее, какие-то потребовательнее. Приезжают ли в ваш роддом только что выучившиеся врачи? Приезжают иногда, потому что мало стало выпускаться врачей. И мы с удовольствием их принимаем. Мы передаём им опыт, знания. Очень опытные врачи. Можно перенять у них опыт. Это бесценное, наверное, в этой профессии. Я считаю, одна из самых очень хороших профессий, потому что мы даём жизнь. Сейчас к нам опять должен приехать доктор молодой. Мы её с нетерпением ждём. Я бы посоветовала тем, кто мечтает стать врачом, быть им. Становиться, и вы не пожалеете. Ну, потому что профессия очень интересная, очень благородная. И тот, кто мечтает, он уже заранее знает, что он будет врачом. Пусть они своему призванию как бы следуют, и обязательно из них получатся замечательные врачи. Николай, спасибо вам за напутствие школьникам, будущим врачам. Я думаю, что они прислушиваются к вашему мнению как опытного специалиста. И спасибо за интересный разговор. Субтитры подогнал «Симон»!